привет ребята за свою жизнь с кошками я перепробовала и перепокупала наверное все кошечки товары сегодня с вами поделиться своими успешными и не очень покупками чтобы вас либо вдохновить на какую-то покупку либо избавить от ненужной траты денег ну что поехать вот такая вот интересная кошачья магия точнее монтажная магия вот было бы хорошо также с такой же магией корм покупать но почему-то получается только монтажной программе итак ребята начнем с вот этого и покупочки я много лет хотела именно вот такую переноску почему потому что ребят я уже устала таскать своих кошек на руках это очень тяжело они у меня тяжеленькие поэтому ребята такое спасение для моей спины это переноска которая катается которая легким движением руки вытаскивается и очень-очень легко катается джуля джуля покажись джуля наша самая тяжелая кошка я абсолютно легким движением одним пальцем могу ее катать совершенно очень легко и просто и вот что что но эту штуку я вам советую точно потому что в этой перевозке нет силовой нагрузки на замки что очень важно я вам покажу свои остальные переноски вот это моя переноска ей уже больше девяти лет и вот здесь вся силовая нагрузка идет на вот этот замок а вы знаете какой я нервный переживающий человек и мне это переноска нравится больше чем вот это а у меня есть очень плохой случай связанной с этой перевозкой а мы несли dream с выставки и dream устроился в заднем углу и его несли вот так вот он в углу сидел и всю свою тяжесть удавил на угол мы ехали в лифте и слава богу никто не пострадал потому что из крепления вылетела вот эта ручка мне очень нравится что у нее цельное дно что бока и дно это одно целое а доступ сверху кошки ребят ну я конечно вас только что что а конечно переноску я советую здесь бог расстегивается здесь расстегивается отсюда здесь еще материал не такой как моей первой переноски здесь но его прорвать ну я думаю нереально из минусов ну естественно мне не так-то просто угодить из минусов я выделяю вот этот вот чехол для переноски переноски а дело в том что за этот чехол тоже нужно заплатить а я как бы ну знаете человек такой не любящий сильно за все это переплачивать чехол она складывается в абсолютно тонкий плоский блин и может храниться у вас в шкафу либо под кроватью что на самом деле очень классно по названию вот насколько я помню фирма производящая вот эту переноску точно такая же как и мою новую это фирма триол у меня знаете плохо на с названиями вот так вот ну я думаю трилл вы все знаете кто вот ходит зоомагазина потому что в каждом зоомагазине есть это продукция у меня еще из интереснейших моих покупочек мне постоянно нужны новые лежанки потому что ну наши лежанки приходят негодность часто почему потому что из них вот примерно такой вот мягкий мягкий материал на из обычных лежанок я в этот раз решила попробовать лежанку из войлока на мой взгляд лежанка из войлока прослужит дольше они смогут и когти точить и ну подольше она у нас будет потому что они полежат постирают потощут когти потом я это все помою и собственно можно уже выкидывать так что вот вы я думаю в следующих следующих видео будете часто видеть эту лежанку из минусов этой лежанки это вот эти классные красивейшие ручки они конечно выглядят очень классно но ребята кошки у нас их погрызут и вот и наедятся вот этих вот ниточек поэтому скорее всего с большей вероятностью их просто отрежу и выкину еще из моих очень классных покупочек ну как хороших покупочек это распутывающий шампунь это не тревог это фирма гамма вот такой вот распутывающий шампунь с такими красивыми кошечками попробуем этот шампунь и в деле когда будем мыть кошек но ребятки не надо думать что вот распутывающий шампунь вам спасет у вас будет кошка как после груминг салона вообще нет а мы помним что сначала мы очень очень долго снимаем жирный слой кота хозяйственным мылом или специальным обезжирителем я за хозяйственное мыло долго намыливаем смываем намылим смываем и только потом мы используем уже шампунь почему мне нравится шампуни потому что структура шерсти потом сразу выглядит симпатично они хорошо смываются с кошки у это же не надо было вам показывать я же должен был для серприз на новый год вот такая вот колпак для джули она будет у нас оленем на новый год ну вот такая вот тяжелая жизнь джули мне наверно не пойдет хотя знаете теперь к игрушкам потому что я хоть и говорю что шнурки и ваши домашние вещи самые лучшие игрушка но не могу перестать покупать игрушки смотрите какая классная рыба она уже меня все в шерсти рыба от фирмы лапаториум с велбориса выглядит вообще классно шикарно но мне кажется она больше для съемок для красивой фотографии она набита кошачьей мятой и валерьяной пахнет на весь дом как немножечко поиграть можно дать но не постоянно чтобы она постоянно балдела от этой рыбы с ума сходила в общем как-то вот и моя супер маст хэв это палочки махалочки и они у нас постоянно есть я ими пользуюсь но не оставляю их в свободном доступе для кошки они тоже от фирмы гамма как и шампуни а еще а еще у меня есть вот такие вкусняшки нежные сердечки мини сердечки и опять же нежные сердечки состав лучше чем во вкусняшках из dreams а вообще такие еще вкусняшки я даю кошкам если ну вот либо такие либо first choice консервы либо очень еще не очень редко но dreams и не нужно их много давать все-таки основа рациона это всегда хороший сухой корм и вкусняшек должно быть очень и мало а также в инстаграме видела очень интересный наполнитель чем мне меня заинтересовал этот наполнитель это тем что изначально вы помните я не люблю древесный наполнитель но тут написано что он комкающийся мне очень интересно провести некоторые эксперименты посмотреть реально ли будет древесный наполнитель комковаться или нет очень интересный наполнитель который можно мне кажется есть чуть ли не самой это тофу тофу наполнитель тоже от кастепа из сои сои эта штука которую я напомню кладут дешевые кошачьи корма и он тоже блокирует запах вот конкретно этот не содержит отдушек и он тоже комкающийся а давайте его тоже мы с вами попробуем и посмотрим так ли он будет комковаться мне вот очень интересно еще они должны меньше пыли чем мой любимый пипи бенд вот это на самом деле мне очень важно и ему обычный обычный кастеп ну я думаю вы наверное его часто часто видели тут он и экономичный блокирует запах и весь такой классный единственное что я вам точно скажу точно скажу что а вот тут производитель пишет что он на 30 дней на одну кошку да мне кажется здесь нас немножко обманывают и на 30 дней он хватит только малюсенькой малюсенькой кошечки там которая там три килограмма весит такие может и хватит на 30 дней одному мейнку на 30 дней не хватит точно еще производитель пишет что этот наполнитель утилизируется в унитаз я попробую найти ссылки на мои товары но например тот же самый кастеп но я думаю вы в любом зоомагазине можете найти как бы это тоже не проблема правильно же ну что мои умные химики начнем с классического кастепа супер белого который там говорит что она не пылит и классно комкуется давайте мы с вами это проверим насыпаем ну ничего ребятки потратим немножко наполнителя вот у нас как раз наши пять сантиметров оставлю тут чтобы вы видели наливаю воды воды у меня много потому что ну у меня раз очень честный тест ну мне кажется конечно ваши кошки столько не ходят сто лет сколько я налила ну вот в общем вот столько осталось маленечко надо немножко подождать и так попробуем вытащить ну вот он у нас как комкуется знакомые да ребятки времяпрепровождения ну вот вот сколько от кружки у нас осталось вот такой комочек конечно столько ваши котики ну хотя наша джулии столько ходит вот такой у нас комочек получился ну да кому конечно супер твердый и он меньше пылит чем мой любимый пипи бенд вот такой огроменный ну а чё вы думаете я тут маленькие будут что ли конечно надо что-то посерьезней и так следующий ну что следующим попробуем из тофу комкующийся наполнитель из тофу тофу напомню это такая соя если честно не верю в тот бетонит и понятно хороший потому что но бетонит которого я люблю много-много лет использую насчет тофу итак попробуем пахнет вы знаете какими там какой-то крупой насыпаем 5 сантиметров до вот сколько вот так он выглядит ну наверно кошкам наверно ничего будет по запаху но мне какими-то кормами какой-то пшеницей пахнет но все-таки соя это тофа наливая наливая опять же много потому что вы знаете он прям увеличивается в размере давайте попробуем оставляю столько же сколько ну дать еще налью подождем маленько и так прошло наверное минутка попробуем уже нашим супер привычным движением вытащить так называемый плотный комок но производитель пишет что комок будет плотный этот комок не настолько плотный что у комкующегося наполнителям бетонитового но на удивление ну ничего ничего конечно можно пользоваться ночью вот такая прелесть такой комочек комочек вытащился как видели легко ну не знаю он не плохой конечно мне бетонитовый нравится больше чисто наверное потому что он мне привычнее а теперь ребятки мы с вами попробуем проверить нам производитель говорит что этот наполнитель полностью растворяется в воде и типа можно его смывать в унитаз хорошо давайте попробуем посмотреть вот мы его смыли унитаз вот он там болтыхается вот остается такая штука так где эта штука вот она все еще остается ну он понимаете он конечно рассыпается да он со временем конечно весь разойдется вот в такую вот штуку но ну да вот все он уже можно сказать распался но я вам все-таки рекомендую если у вас одна маленькая кошечка да вы можете смывать в унитаз но если у вас большие мейнкуны ребятки давайте не выдумывать и все-таки выбрасываем мусорное ведро чтобы у вас ничего не засорилось а теперь такой же тофу но с зеленым чаем ну не чуть-чуть пахнет ну мне кажется это мы с вами больше заметим чем кошка вот у нас ядовито зеленого цвета catstep тофу это опять с соевыми волокнами с зеленым чаем я думаю конечно будет что-то похожее ну давайте уж если мы с вами такие химики экспериментаторы посмотрим что будет итак прошла минутка должен сформироваться этот плотный комок который нам обещают ну вот он собственно сформировался кладу на свои пищевые тарелочки ну вот этот комок и вот мы дошли до древесного наполнителя которого я все время ругаю здесь по крайней мере производитель пишет что его не надо смыть в унитаз да если на тофу было смывать унитаз ничего страшного здесь производитель не советует смывать унитаз я тоже не советую вкусно кстати пахнет деревом конечно запах дерева мне очень очень нравится такими мелкими мелкой такой фракции и итак наливаем нашу водичку из уже нашего привычного стаканчика прошла минутка попробуем теперь убрать древесный наполнитель ну комок по мне так самый самый разваливающийся это древесный ну собственно я конечно так и думала я так и говорила да мое любимое выражение ну реально самый мягкий комок это древесный конечно от него бомбически пахнет деревом вот здесь у меня комок вообще не получается он просто вот это просто мягкий вот видите что происходит такие древесные наполнитель конечно мне не очень понравился хотя конечно ну он пахнет очень классно ну ребята вот тут вот остались вот эти вот мокрые штуки мокрые его хлопья остались здесь если там были твердые реально комки в общем лучше всего это вот этот простой оригинальный белый он мало пылит да просто мой очень сильно пылит и линейка тофу очень тоже классная мне тоже понравилась древесный мне не нравится ребята если вам нравятся мои эксперименты мои обзоры покупочек пожалуйста пишите ставьте лайки подписывайтесь на наш инстаграм с жулией uin вот и вот и вот Продолжение следует...